Здравствуйте! С вами снова канал Школа Таро Альвиен и с вами Карина Захарова. Мы продолжаем наш марафон похудяшки с Кариной Захаровой и Владимиром Николаевичем. Итак, готовим еду 14 марта сегодня на 15 марта на завтра. Дорогие похудяшки, завтра день скорее разгрузочный, но очень вкусный. Желаем вам скидывать побольше. Вы сегодня говорили о том, что после такой диеты насыщенной стали меньше скидывать. Но да, у нас дни чередуются. То день более легкий, более разгрузочный, то день становится более вкусным, сладким, калорийным и так лучше. Потому что если мы все время будем сидеть на очень жесткой диете, то разве же это правильное питание? Питание должно быть разнообразным, питание должно быть приятным и питание должно быть таким, чтобы не рос ваш вес. Если вес не растет, а тем более еще и убывает, то это всегда положительная тенденция. Не забывайте соблюдать режим. Извиняюсь, заговариваюсь уже сегодня. Рабочий день в самом разгаре, очень много народа у меня. И также смотреть видео по тета-хиллингу. То есть режимы тета-хиллинг это очень важные моменты. Потому что если вы кушаете по будильникам, все соблюдаете, то у вас и обмен веществ раскручивается. То же самое с программами. Если вы вовремя слушаете программы или читаете список, соглашаетесь на их установку. И пока потом спите в 22.20 по Москве, это в большинстве российских регионов ночь. То у вас эти программы устанавливаются и вам становится легче худеть. У вас улучшается обмен веществ. Итак, начинаем готовить. У вас завтрак это тяхан. Тяхан это японский плов по сути. Берем кабачок, чистим его, режем мелкими кубиками. Если у вас остался маленький кусочек болгарского перца, то тоже режем мелкими кубиками. Если нет, он не обязательный в принципе. Также морковь трем на терке. Режем грибы или куриное филе. В зависимости от того, чего вы придерживаетесь. Если поста, то естественно вы используете грибы. Если вы едите мясо, пожалуйста, куриное филе. Можно в принципе потушить и нежирную говядину. Но тогда ее нужно тушить заранее, а потом скидывать туда все остальные овощи. Естественно, потому что если вы одновременно говядину и овощи засунете, она просто не приготовится, а овощи разварятся. Режем лук. Все это дело скидываем в сковородку. Солим, перчим, приправы добавляем. И если хочется, можно налить немного соевого соуса. То есть он придает блюду дополнительный вкус интересный такой. Тушим на растительном масле в сковородке до готовности. А в это время, естественно, нужно варить рис. Потому что примерно приготовление продуктов по времени одинаковое. То есть вы ставите и рис одновременно с овощами, с грибами или с куриным филе. То есть когда у вас рис приготовится, овощи, грибы или куриное филе приготовятся, вы все это в сковородке, естественно, смешиваете и получаете замечательный плов. Нужно немножко подержать под крышкой и все готово. Вот такое приготовление плова, оно очень полезное. Почему? Потому что вот когда мы классическим способом плов готовим в кастрюле, там огромное идет количество растительного масла, во-первых. Во-вторых, определенный способ готовки делает блюдо жирным. Несмотря даже не на то, что мясо там жирное или нет, а просто вот от этого растительного масла все пропитывается жиром от него. Когда же мы в сковородке тушим просто овощи с небольшим количеством растительного масла, мы и толстем, от этого, естественно, меньше, от такого плова. Вот. Так что вы съедаете на завтрак порцию, как всегда, 250 грамм. У вас получается прекрасный плов и очень вкусный. Итак, ваш первый перекус – это сок без сахара, не банан, пол-литра, как обычно. Вот такой вот легкий день у нас. Дальше обед. Обед – это борщ. Берем картошку, морковку, свеклу, чистим лук, все это чистим, режем. Картошку, лук, свеклу и морковь трем на терке. Для тех, кто ест мясо, естественно, нужно сначала варить, поставить мясо. Это понятное дело. Вот. Если мясо не едите, просто ставите все овощи на огонь в кастрюле. Шинкуем капусту, туда же отправляем все это в кастрюлю с овощами. Все овощи у вас должны в воде, в кипящей вариться, да. Либо в уже сваренном мясном бульоне, естественно. Солить, перчить обязательно, приправы кидайте. И перед тем, как овощи уже почти приготовятся, можно добавить рубленую зелень. Вот. А в конце варки мы открываем, помните, мы покупали банку фасоли в томатном соусе. Вот высыпаем ее всю в кастрюлю с борщом. У нас получается прекрасный борщ с фасолью. То есть доводим до кипения еще раз. И борщ готов. Можно съесть 250 грамм борща на обед. Предупреждаю, не нужно брать 85 картошек. Картошек берется всего-то 2. И то получается много, да. Учитывая, что у нас там и свеколка, и морковка, и капуста. И то получается много борща. Вот. Не делайте борщ картофельным таким вот прям, чтобы одна картошка там плавала. Я понимаю, конечно, что это суп пустой. То есть, когда мы его без мяса варим, это постный суп, и он действительно пустой. И когда вы съедите 250 грамм такого супа, вам покажется, что вы практически не ели. Но в этом и легкость этого дня, да. Что вы больше употребляете таких жидких продуктов, низкокалорийных. Но у вас идет бонус на ужин. На перекус вы съедаете 250 грамм тыквенного пюре без сахара. Я настаиваю на тыкве, но если вы не едите тыкву, не можете найти ее без сахара и так далее, покупайте любое фруктовое пюре, либо вы можете съесть маленькую коробочку или баночку тыквенного пюре и любого другого, да, без сахара. Главное, чтобы это был не банан. Помните об этом. А вот на ужин у вас идет фруктовый салат. Берем банан, берем мандарин, яблоко, грушу и берем голубику. Все это моем, режем как нам нравится. Ну, голубику, конечно, никто резать не будет. И все фрукты смешиваем с голубикой в одном салатнике. Заправляем нежирным йогуртом без сахара или фруктовым пюре без сахара. Можно съесть 250 грамм салата. Вот такое у нас меню на завтра. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, вы без труда все приготовите. Мы на связи всегда. Удачного вам дня. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok